Приветствую! Сегодня мы поговорим о законопроекте 120.76, который вносит изменения в закон о воинской обязанности и воинской службе. И уделим мы внимание той его части, которая касается изменений правил взятия на воинский учет детей в возрасте от 16 лет. И мы поговорим о том, какие новые сроки, новые способы взятия на учет, а также поговорим о том, какая ответственность будет за нарушение этих правил. Законопроект 120.76 подан Кабинетом Министров Украины. А это говорит о том, что с большой вероятностью его примут и, соответственно, уже сейчас можно его рассматривать в принципе как закон. Тем более, что на первый взгляд он не содержит каких-то, ну, таких моментов, которые могут вызвать несогласие у депутатского корпуса и что они-то могут, думая о своей дальнейшей политической карьере, не голосовать за него. То есть, скорее всего, за этот законопроект проголосуют и он в каком-то ближайшем будущем станет законом. Итак, что нового касательно постановки на воинский учет детей содержится в этом законопроекте? В первую очередь, это срок. Если на сегодняшний день срок постановки на учет детей с января по март включительно, то, согласно законопроекту 12076, этот срок будет увеличен до июля месяца. То есть, с января по июль включительно. При этом возраст остается тот же. То есть, ребенок должен стать на воинский учет в тот год с января по июль месяц, в котором ему исполняется 17 лет. То есть, если ему, например, исполняется вот в следующем году, 25-м, да, ну, когда уже, скорее всего, этот закон будет работать, в ноябре месяце, например, 25-го года исполняется 17 лет, то в период с 1 января по конец июля он должен стать на учет. Несмотря на то, что на момент постановки на учет ему будет всего лишь 16 лет. Правила будут вот такими. Второй момент, который новый, это способ, способ постановки на учет. И закон определяет два способа. Первый способ, как и прежде, по сути, это личная явка в ТЦК и СП. То есть, здесь вопросов нет, здесь ничего нового нет. Но второй способ, это идентификация и уточнение данных через электронный кабинет призывника военнообязанного резервиста. Конечно, здесь до сих пор юридически, публично-юридически, скажем так, есть вопрос, а что такое электронный кабинет и где он? Да, и у нас до сих пор открытым является вопрос, является ли приложение резерв плюс электронным кабинетом военнообязанного. Почему этот вопрос открытый? Потому что постановление, в котором якобы сказано, что резерв плюс равно электронный кабинет, оно с грифом ДСК. И оно не опубликовано для всех. То есть, мы не знаем, действительно ли там так написано. При этом, Министерство обороны заявляет, что там написано именно так. Но мы этого достоверно, как бы, не знаем, поскольку мы не видели этого. Но, поскольку они говорят, что так, и мы сейчас видим, что и ТЦК, и СП, и консульство Украины, и другие организации признают вытягу из резерв плюс. Соответственно, скорее всего, так действительно есть. И, соответственно, детям нужно будет проходить идентификацию именно в приложении резерв плюс. И там уточнять свои данные. При этом, если человек выберет именно такой путь, то ему являться в ТЦК и СП для взятия на учет призывников уже не нужно. Достаточно будет только идентификации и уточнения данных, соответственно, в приложении резерв плюс. Кроме этого, также предусмотрены и уважительные причины, по которым человек может этого не сделать. То есть, до вопроса ответственности, юридической, о котором мы говорили, мы поговорим еще и о уважительных причинах, которые могут освободить человека от постановки на учет, и при этом он не понесет ответственность. Но перед тем, как мы это сделаем, я хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации там гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я там стараюсь отвечать на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на мой телеграм-канал есть в описании к этому видео, и я вас всех приглашаю туда. Ну, а теперь перейдем непосредственно к причинам, к уважительным причинам непостановки на учет. Они зафиксированы в статье 14-й будут закона Украины о воинской обязанности и воинской службы. И выглядеть они будут вот так. И вот мы с вами видим, что уважительными причинами непрохождения электронной идентификации через электронный кабинет призывника, то есть через резерв плюс, либо не явки в ТЦК и СП является. И вот первая причина – хвороба громадянына. При этом обращаю ваше внимание, что хвороба может быть в этом случае как на протяжении всех 7 месяцев, так и, например, на протяжении последней недели. Если эта болезнь действительно помешала человеку встать на учет. И, естественно, такая болезнь должна будет зафиксирована быть и подтверждена документально. То есть ссылки на то, что мне было плохо и все такое – это не будет аргументом. Обязательно нужно будет доказать, что это было. А как доказать? Медицинской документацией, выписки, больничные и т.д. и т.п. Дальше. Следующая уважительная причина – это перешкода стихийного характера. Ну, здесь все понятно. Я думаю, здесь никаких комментариев не нужно. Далее, что мы видим? Проживание, перебывание під час дії особливого периоду на тимчасово окупованній РФ території Украины або території, де ведутся бойові дії. Здесь, я думаю, тоже вопросов нет. И как это можно будет подтвердить? Это будет подтверждаться штампами в паспорте. То есть, когда человек там, допустим, будет выезжать с оккупированной территории, ехать на территорию Украины, то штампы в паспорте, подтверждающие пересечение им границ, в том числе границы с РФ, соответственно, и будут доказательством того, что была вот эта самая уважительная причина. Ну, и інші обставини, які позбавили його можливості пройти електронну ідентифікацію. Ну, і либо не явиться в ТЦК. Что це за іні обстоятельства? На сьогоднішній день вопрос. Но скажу вам здесь однозначно, что любое обстоятельство, которое человеку каким-то образом помешало явиться в ТЦК і ЕСП, оно должно быть подтверждено документально. Какі здесь могут быть обстоятельства? Ну, например, смерть родителей. То есть, вот он отложил это все на последний день или на предпоследний, в этот день у него умирает кто-то из родителей, безусловно, это будет уважительной причиной. И никакой ответственности в этом случае не будет. В то же время, если уважительных причин нет, то вот здесь в шестой части этой статьи сказано, что те граждане, которые не стали на воинский учет, не прошли идентификацию в Резерв Плюс, либо не явились в ТЦК, будут нести юридическую ответственность согласно действующему законодательству. А какая это ответственность? А это ответственность, которая предусмотрена статьями 210 и 210 прим Кодекса Украины о административных правонарушениях. Но! Но мы помним же с вами, что там есть вот эта замечательная примитка, в которой сказано, что если есть возможность у ТЦК и ЕСП получить данные о человеке из других реестров, то эти статьи не применяются. Соответственно, что мы имеем? Мы имеем следующее, что фактически оснований для ответственности по сути не будет. Ну, вернее, фактически они будут, а юридических оснований не будет, потому что эти статьи не могут применяться. Но так будет, соответственно, если не внесут изменения в статьи 210 и 210 прим, либо не появятся какие-то новые статьи, предусматривающие ответственность за неявку в ТЦК. Друзья, на этом у меня все. Я... Если вы считаете, что данное видео было вам полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Также напоминаю вам про мой Telegram канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну, а я традиционно вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.